приветствую любителей лечебных трав продолжаю свой мини-сериал лечебные желтые травы иду сейчас к доннику желтому донник лекарственный трава очень полезна для преклонного возраста людей у кого проблемы с густой кровью тромбофлебитом больные сосуды ну и не только преклонный возраст средний возраст молодым тоже потребуется его помощь одним словом трава очень лечебная очень известная применимо и в народной и в официальной медицине потому есть смысл ее показывать о ней рассказывать и полюбить эту траву и применять ну что вот он уже недалеко я его вижу вот этот донник донник желтый донник лекарственный трава уже немножко начинает отцветать все происходит очень быстро только недавно зацвела уже некоторые цветочки отходят донник желтый не единственный донник их много разных видов мне знаком еще донник белый желтый вид это лекарственный донник применим официально белый донник применяется в народной медицине он точно такой только с белыми цветками ничем не отличается но свойства у него несколько слабее полтора два раза приблизительно насколько я знаю действия у него меньше но при наличии только белого можно конечно использовать желтый донник называют буркуном буркун трава буркун еще его называют дикой гречей по-народному есть какое-то сходство с гречкой видите какое бывает высокое растение примерно метр тридцать у этого а там дальше смотрю около полутора метров прекрасное место тихое чистое много трав много птиц здесь нет мусора потому что нет людей мало сюда кто приходит следов не видно здесь нет дороги машины не ездят а пешком пешком ходит мало людей какой-то мере это меня даже радует чем донник ценю трава донника используется не полностью лучше использовать вот такую верхушку сантиметров 25-30 он легко ломается для этого не нужен нож можно его не резать и просто отламывать содержит эта трава кумарины плаваноиды эфирное масло содержится в небольшом количестве она довольно ароматная даже когда высушена трава хорошо пахнет советую кстати все травы которые содержат себе эфирные масла хранить хорошо закрытой либо стеклянной посуде либо в плотном полиэтиленовом пакете еще эта трава богата на витамины вот так как он желтый здесь наверное присутствует витамин а витамин c и знаю что в нем есть витамин е желтый его цвет говорит о том что он может лечить печень может быть желчегонным но им и лечит печень и он может оказывать хорошее влияние на желудок кстати в семенах после созревания от цветания травы будет содержаться жирное масло вернее жирные кислоты но это в виде маслянистой жидкости кумарин вещество кумарин она действует на нервную систему угнетающим то есть угнетает подавляет нервную систему но при сильной возбудимости это хороший важный эффект одно из самых ценных его свойств донника желтого ну и белого также это препятствие свертыванию крови образование тромбов ну и кровь вообще это растение делает более текучей я всегда донник добавляю в сбор который для сосудов у кого проблемная кровь люди в зрелом или в пожилом возрасте те кто страдает тромбофлебитом у кого проблемы сосудов как атеросклероз склероз жесткие стенки сосудов густая кровь и так далее вот донник очень хорош для подобного рода лечений кроме того он еще может вызывать кровотечение вот если есть травы которые лечат кровотечение то донник как раз может вызвать кровотечение и с ним нужно быть осторожным но я знаю один случай как у человека кровь просто из носа хлынула при заготовке переработки этой травы дело том что если вы будете собирать пыльцу собирать цветки обколачивать высушенные растения до струшивать цветки просеивать пыльцу то можно надышаться этой пыльцой и откроется сильное носовое кровотечение которое кстати очень тяжело будет остановить вот такое у него сильное действие но я его ценю за это действие когда я делаю кому-то сбор очищающий кровотворный это если входит туда крапива либо белокудренник вот такие травы могут сгущать кровь и естественно донник в паре с этим растением он оказывает обратный эффект он не дает сгущаться крови наоборот ее делает текучей эту травку можно использовать для лечения простуды и как отхаркивающее средство еще оно имеет противовоспалительное свойство и благодаря этому можно его использовать в виде отвара для накладывания примочек к напухшим суставам больным опухшим суставам будет снимать боль и лечить воспаление настой из этой травки можно выпить при головной боли если вы возьмете две столовые ложки свежей либо одну столовую ложку высушенной травы донника желтого зальете стаканом кипятка настоите минут 20-30 можно выпить за два раза можно даже за один раз ничего не будет при головной боли донник вам поможет также донник применим для женщин как молокогонное средство в период лактации но усиливает приток молока имейте женщины в виду настой травы донника можно применять наружно при фурункулах язвах на коже сыпи грибках женщины также могут применять настой или отвар донника либо мазь из донника при лечении воспалившихся грудных желез также можно применять его как кожное средство при лечении фурункулов язв сыпи грибков она будет и рано заживляющим а при воспалении яичек можно использовать отвар травы донника нужно взять пол литра воды от двух до четырех ложек сухой резаной травы проварить на слабом огне минут пять настоять с полчаса процедить налить в миску теплой воды и вылить туда банку этого отвара таких процедур нужно сделать несколько раз в течение недели вы снимете воспаление природа лечит травы лечат собирайте травы берите природу лечитесь натуральным желаю вам быть здоровыми всегда с вами был ваш травник серый всем пока